Израильская армия переходит на цифровые технологии в навигации, доступные буквально каждому солдату. Теперь не нужно учиться читать карты, за военных это будет делать сложная электроника. Все подробности выяснил Сергей Освендер. Будущее наступает прямо на глазах. Как решили военные, новое поколение, которое приходит в армию, вообще не умеет пользоваться бумажными картами. Многие из нынешних призывников их даже не держали в руках. Теперь израильская армия переходит на цифровую навигацию. Каждый младший командир от сержанта и выше получит смартфон со специальным приложением карт местности. Изображение карт будет трехмерное, то есть более реальное, чем на бумажных картах. Кроме того, информация, как и в любом приложении, будет постоянно обновляться. Все это резко снизит риск различных ошибок, которые в реальном бою стоят человеческих жизней. Система называется АМУТ. Она должна помочь более качественно руководить войсками, а главное получать в режиме реального времени точнейшую информацию о расположении своих подразделений, исключая фактор огня по своим. Более того, прямо с экрана одним касанием пальца командир сможет вызвать артподдержку или налет авиации. Смартфон выбрали обычный. Главное – удароустойчивость, быстрота действия и емкость батареи. Понятно, что в поле не найдешь розетку для зарядки аппарата, поэтому каждое подразделение получит вот такие солнечные панели. Они позволяют заряжать батареи, радиостанции, смартфоны и даже аккумуляторы автомобилей. Цифровые технологии в израильской армии уже повседневность. У каждого командира роты есть планшетный компьютер, куда непрерывно поступает информация о точном расположении своих войск и сил противника. Сообщение с другими частями происходит через армейскую сеть, исключая радиопереговоры, а значит, возможность их перехвата. Новые смартфоны не будут подключать к интернету из соображений безопасности. Их присоединят к общей армейской сети с очень высоким уровнем защиты от взлома. Но и бумажные карты военные не спешат сдавать в музеи. Их будут хранить на случай какого-нибудь масштабного сбоя в электронике. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.